Привет, подписчики и гостя! Я Джетли, и сегодня мы, ну скажем так, немножко отъедем от темы, которая могла бы быть в этом видео. Это как раз-таки модификация одежды, как вы голосовали в группе ВКонтакте. В видео про изменение одежды я, наверное, покажу, как я буду изменять вот этот балахон. Ему лет шесть уже, он мой любимый был. Вот, то есть у него тут не очень все хорошо, поэтому мы, наверное, отрежем ему рукава, сделаем какие-нибудь нашивки, либо просто возьмем акриловый распишем, подгоним под более такой агрессивный стиль. Наконец-то купила блокнотик, в который я записываю теперь видосики. Ну, то есть идея для видосиков. Так, я знаю, некоторые люди думают, что то, что у меня висит сзади, это я нарисовала, но нет. Это нарисовали мои подписчики, мне очень нравятся эти рисунки, поэтому они находятся над ктоватью. Каждое утро ими любуюсь. И, как меня просили проспорить, что будет дальше, я дальше хочу делать несколько обзоров, в том числе, ну, я не знаю, этого можно удивиться или нет. Короче, на вот такие вот ошейники от блох, клещей, шеи всяких паразитов. Потому что я купила ошейник в зоомагазине, там тоже заявлялось то, что, типа, спасают от клещей, блох, там, всяких паразитов, шеи, личинок, блох. И после этого я сняла со своей кошки 10 клещей, 10 клещей, при том, что ошейник должен их убивать. А некоторые из них, они, ну, просто забирались под ошейник и там присасывались. Что я хочу сделать? Я хочу сделать обзор сухпайка армейского, потому что, ну, это весьма интересная штука. Но этот сухпая был просрочен на 2 года. Ну, и кто-то очень любит, видимо, жить. Ну, поэтому, ну, я куплю ещё сухпайок и покажу, что в нём находится вам. Возможно, ну, возможно, это для кого-то будет интересно. Я знаю точно, мы с вами как-нибудь будем, короче, делать порисушки. И это, опять же, будет либо на стриме, либо мы это запишем, если это, ну, типа, что-нибудь, типа татухи будет. Или раскраски куклы. Вот. Если у вас есть какие-то пожелания, там, может, какие-то просьбы сделать какой-то видосик о чём-нибудь, вы можете писать об этом в комментарии, вот как раз к этому видео на ютубе и в группе. Там тоже в описании будет ссылка, короче говоря, вот. И я надеюсь, что у нас всё с вами удастся, потому что по-другому не может быть. Если очень сильно желать, то ваше желание обязательно сбудется. Ладно. Ну, и мне кажется, что пора начинать таки расплетать дреды. Я знаю, какой вы сейчас назовите вопрос, охрена ты их заплетала? Или почему ты их расплетаешь? Но я вам отвечу так. Вот это всё время, когда я была в бессознанке, странно, что видео выходили, ну, у большинства, правда, не было, по-моему, рубашки. Вот, ну, короче говоря, я способна, в принципе, в бессознательном положении о чём-то рассказывать. Вот. И я заплела дредосы, чтобы не забывать расчесывать волосы. И, как бы, часто их не промать. Ну, в общем, мне было немножко лень ухаживать за своими, так сказать, родными. Я заплела дреды. По-моему, голову за всё это время раза два мыла. И ещё перед тем, как расплетаясь, помыла. Вот. И это было весьма удобно, потому что, если тебе нечего делать, ты, допустим, сидишь там, крутишь дреды, или их подплетаешь, или ещё что-нибудь. Но у меня подплетать на себе как-то не очень получается, потому что болят руки вот так вот постоянно сидеть и чё-то делать. Вот. И, возможно, поэтому у меня получилось не так, как хотелось, а, возможно, просто потому, что я решила, что дреды — это скучно. Нам надо наплести тут косу, потом после неё дреды, коса отрастёт, мы тут тоже дреды сделаем. Вот. И, короче, всё так съехало на затылок. И недавно я это увидела, и такая, ой, блин. Короче, вот это. Не очень здорово, я поэтому лучше их сейчас буду расплетать. Может, заднюю часть оставлю. Ну, типа, чтобы было хотя бы что-нибудь такое приятное на ощупь у меня. Вот. И мы сейчас с вами начнём. Итак, чем мы будем всё это расплетать? У меня есть вот такая фигня, короче. То, что осталось от подобного крючка, вот. Короче, покажу это на кошачьей мышке. Ну, это старая игрушка уже. Вот. Вот он, оп. Ну, крючок, короче говоря. А вот это, это палочка от крючка без самого крючка. Здорово. Это дешёвый был крючок очень. И я так поняла, что есть разные фирмы, которые делают по качеству разные крючки. И некоторые живут лет по 10, и некоторые умирают после первого вязания. Я вот так поняла это. Это наш самый первый инструмент, который можно, в принципе, заменить на зубочистку. Главное, чтобы это была какая-нибудь палочка такая, которая от натуги не сломается и имеет заострённый конец. Далее я использую либо средства для расчёсывания собак, а вы помните, аф-аф, либо вот такое масло глискуревское. Вот. И, как бы, типа с маслом они расчёсываются лучше. И когда ты носишь дреды, нельзя, чтобы на них попало какое-то масло, потому что они будут распутываться, и тыры, и пыры, и всё. Но, если у вас нет денег, а вы поступили, как я, запылись сами, или, типа, первая работа у какого-нибудь самоучки, то можете просто взять касторовое масло, заодно волосы подпитаете. То есть вы, наверное, пузырька два или три уйдёт у вас на это, потому что это зависит от очень разных факторов. Вот. Выливайте себе это на голову, подпитывайте дреды, да, там, ну, проходит 5-10 минут, вы начинаете их расплетать. За один день вы вряд ли управитесь, и не бойтесь, если из вас будут выпадать комочки волос разного размера, потому что это из-за того, что чем дольше вы их носите, тем больше будет волос, тем больше вам копошится. У меня за вот эту часть расплетённую, ну, почти расплетённую, выпало, можно дреды подлиннее сделать, я их, наверное, себе и валяю. Ух, я, наверное, это, миссия знает толк в извращениях. Нужен крючок, я тут где-то, во, допустим, её видно? Если видно, это хорошо. Вот она. У меня тут ещё, правда, кое-что есть, сейчас. Так, ну, допустим, допустим вот это, да, допустим. Начинаем всегда с кончика. Вы можете взять масло, я возьму... Аф-аф. Вот, мочим. Это средство очень похоже на немножко промасленную воду. Как же сказать-то? Ну, в общем, знаете, немножко мыло, когда в воде растворяете, и... Вот, при мытье тарелок особенно, вот какое-то такое. Вот. И берём очень аккуратненько, вот кончик-то, видите? И вот так вот. Оп, оп. Я не знаю, насколько вам хорошо видно, но мне это видно точно. Ну, точно. Вот. И вот так вот постепенно сидите, вот, особенно под какой-нибудь сериальчик. Или если у вас есть друзья, которые могут вам помочь. Может, даже родители. Вот. Мне мать сделала разметку, и типа потом сидели. Её заплетали, заплетали, чтобы потом расплести. Ну, ладно. Если вы хотите сделать что-то сразу после... Ну, после того, как у вас были дрейды, то эту затею лучше оставить на некоторое время, потому что нужно восстановить волосы, и это они у меня уже убиты, и всё. Собственный цвет отцветает. Отрастает. Оставим пока эту дрейдину. И сейчас я вам покажу, что у вас может быть. После них укормления, укормления, их не очень приятно расплетать. Я оставила, потому что если я прочешу там, у меня ещё некоторые волосы выпадут. А так ощущения же, что типа они приподняты, объём, волиум экспресс, все дела. Ну, я их прочешу потом, когда всё остальное доплету, дорасплетаю. Вот, то есть, тут могут находиться вот такие вот колтунишки, колтунишки с какими-нибудь остатками мыла, что бывает. Ну, типа, если простым мылом мыть голову. Вот. Ну и, короче говоря, если их расчесать, мокрими уже там с бальзамом, просто залезаешь в ванную, мочишь волосы, мажешь на них бальзам, немножко ждёшь и начинаешь расчесывать. Всё. От этого всё, вычищается, вымывается, просто идеально. Вот. Наверное, лучше воздержаться от разных покрасок, но вы меня знаете. Скорее всего, я этого не смогу сделать. И, наверное, наверное, если я смогу выбить время из своего нынешнего графика, то я надеюсь, что смогу найти человека, который, в принципе, ещё числится учеником в мастеринге, не знаю, короче, ну, работы с волосами, и который ищет модели, там, за небольшую сумму, возможно, это тоже войдёт в какое-нибудь видео. Вот. Как-то так оно всё расплетается. Это долго, нудно, муторно. На дреду вот такой длины может уходить от 30 минут до часа, но я уже их более быстро, резво, резко расплетаю. Здесь какие-то вопросы, вы можете задать их на Ask.fm, кстати, надо будет тоже подготовить видео с интересными мне вопросами. Ну, то есть на такие вопросы, на которые я могу дать краткий ответ, я буду их давать в Аске, а развернутые какие-то вопросы, прям вот что-то такое, о чём можно рассказывать или рассказать, в общем, я думаю, мы друг друга поняли. Этот мяки, они у меня, да, бывают, вот, поэтому у меня не очень много таких кадров, типа без монтажа, ну, без нарезки, вот. И вам большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что я всё равно буду вам нравиться с любыми волосами. В общем, большое спасибо, что вы меня смотрите, что мне пишете. Я очень этому рада, потому что наконец-то появились люди, с которыми я могу общаться. И спасибо за просмотр. Всем пока! Ну да, и с бровями я тоже ничего не делаю, потому что мне... Да, это же мой. Спасибо.